Делится рынок. Пригожин сильнее стал. Он делит рынок. Он теперь главнокомандующий в нашей России. 6 мая 2019 года. В нашей стране остались какие-то последние заводы, фабрики, нефтепроводы, которые еще работают. Но и их стараются уничтожить. Видимо, для того, чтобы передать государство в чужие руки, в руки хозяина, который купил наше государство, нужно все разрушить полностью. Я уже не знаю, что думать. Я просто высказываю свою вот такую мысль. Что происходит с нефтепроводом дружбы, скажите? Мы об этом не знаем, потому что вроде бы это нас не касается. Но это нас касается в той мере, что везде идут диверсии. И мы живем в мире диверсий. Мы этого не замечаем. Ну, там подумаешь, какой-то нефтепровод. И вас это не касается. Но там гибнут люди на этом нефтепроводе. А люди это вы же. Или подумаешь, идет война в авиации. В нашей российской авиации идет война. Одни смещают других. Погибла сначала и разбилась в Германии, которая является совладельцем С-7. Потом снимают Алексея Рогозина с авиации нашей. Это сын Дмитрия Рогозина. А Дмитрий Рогозин сын другого Рогозина, который является генералом ГРУ. Видите, такая идет наследственность. Потом происходит вот эта самая трагедия Шереметьево. Когда загорелся самолет, который унес жизни 41 человека. Крупные войны. Авиационная война. Это Шереметьево и сгоревший самолет. Нефтепровод Дружба, который тоже так же уносит жизни. Только нам с вами об этом ничего не говорят. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Потому что эта тема такая серьезная. Чистая нефть поступит в Беларусь ориентировочно 2-3 мая. Примерно такие же сроки называют и российская сторона. Прокачка качественной нефти в сторону Беларуси началась 29 апреля. Через 10 дней после выявления поставок загрязненного сырья по нефтепроводу Дружба из-за грязной нефти Беларусь остановила транзит российского сырья в Европу в направлении Польши. Также поставки российской нефти остановила Украина в сторону Словакии, Чехии и Венгрии. В этой истории до сих пор больше вопросов, чем ответов. 19 апреля белорусский госконцерн Белнефтехим сообщил о загрязнении нефти в трубопроводе Дружба. В компании заявили, что они получили нефть с десятикратным превышением нормы по хлорорганическим соединениям, из-за чего на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. Видите, пустили загрязненную нефть с хлором и оборудование стало выходить. Оборудование стоит колоссальных денег, оно стало выходить из строя. Но точно так же и сам нефтепровод, то есть вот эти трубы, они тоже разъедаются этим самым хлором. По данным европейских импортеров, в нефтепроводе Дружба находится от 250 до 300 тысяч тонн загрязненной нефти. Однако, по оценкам российских и белорусских чиновников, объемы грязного сырья значительно больше, от 3 до 5 миллионов тонн. Но это немыслимо. Ее же нужно будет сливать для того, чтобы очистить нефтепровод от грязной нефти. 5 миллионов тонн, куда их нужно слить, а куда слить? Но вы понимаете, да, что это снова грядет экологическая катастрофа. И сколько уже эта нефть находится грязная в этих трубах, мы тоже не знаем. Потому что, если это давно происходит, то хлор разъел, конечно, металл. Здесь говорят хлорорганические соединения. Транснефть заявляет, что загрязнение произошло на участке Самара-Унеча. Загрязнение экспортного нефтепровода произошло всего через чуть более недели после заявления главы правительства России Дмитрия Медведева о прекращении поставок Украине сырой нефти и нефтепродуктов с 1 июня этого года. Как писала российская газета, поскольку Украина является транзитером нефти, она может закупать ее без контрактов на поставку топлива. И намного больше проблем для экономики может быть вызвано запретом на поставку нефтепродуктов. Все это, конечно, чепуха и ерунда. Все эти Украина, Белоруссия и другие страны Европы отказались как раз потому, что в нефти был уже хлор. Но нам об этом, естественно, не скажут. Это опять-таки тайная война в нефтяной промышленности. Мы имеем во всех сферах теперь тайные войны. В банковской сфере, в авиационной сфере. Но теперь нефтепровод, нефтяная сфера. Опять-таки идет война. Идет передел. Передел собственности, на которую претендует кто-то. Поэтому эти войны вот такими вот вылезают для нас с вами сюрпризами. Что можно сказать? Что хлорорганика это растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х годов. И добыча нефти здесь совершалась по старой технологии. Закачка в пласты горячей воды. Ну вот как говорит глава нефтяной компании, бывший ее руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он выдвинул предположение, что это может быть связано с отменой запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. Дальше предположение на хлорорганику нефть не проверяют. На узле учета в Самаре могут прозевать заход нефти с большей долей примесей. А могут принять умышленно, ибо спорить с Сеченскими себе дороже. Видите, он здесь обвиняет Сечина. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему. Написал так Михаил Ходорковский. ЮКОС добывал нефть по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов. И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа. На выходе скважинная жидкость смесь нефти, грунтовых вод, песка и газа. Эта смесь отправлялась в очистку. На любом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости ее не более 35%. Если в трубу попала хлорорганика в размере превышающем допустимое в 100 раз, значит вовсе никакой очистки не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо. На Мазырском НПЗ по многолетней привычке, видимо, не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ на 100 миллионов долларов загублено. Завод будет год стоять на замене оборудования. Но я вам хочу сказать, давайте по-другому посмотрим. Понимаете, это нефть наша, российская. Она дорогая, видите, заводы сколько стоят. Но ведь есть нефть другая. А другая нефть это та нефть, которая идет из Сирии. Тогда получается, что вот эта российская нефть не нужна. И надо с ней что-то делать. Она становится ненужным предатком. Она становится тяжеловесом в чьих-то руках. И вот что нужно сделать? Ну, нужно избавиться, конечно, от этого тяжеловеса. Зачем она нужна? Она же будет дорогая. А если дорогая нефть российская, то она на Европу поставляет дорогой товар. А если перебить рынок и поставить нефть из Сирии, только из Сирии, начать поставлять нефть с того же самого Ближнего Востока, где идет война, тогда можно перебить рынок, сделать его дешевле и уже не отмывать в России. А просто дешевле ее давать и все, потому что здесь шла война цен. Война цен на нефть, добываемую в России, дорогостоящую добычу нефти, и на нефть, добываемую в Сирии, дешевую добычу нефти. И вот вам причина, по которой нефть, насыщенная хлорорганикой, неочищенная, пошла под трубом металлическим и трубы разъела. Как раз этой хлорорганикой. И хлорорганика, которая разъела металлические трубы, она, естественно, поступила на заводы, а дальше она разъела и агрегаты заводов. Кому выгодно? Выгодно, конечно, какой-то стороне. Вот вам и идет война. Вот чем закончилась война. А у нас в Сирии кто глава сирийской нашей военизированной ОПГ? Пригожин, конечно. Ну вот вам и ответка и привет всем тем самым, которые сидят на нефти в России. Да, делится рынок. Пригожин сильнее стал. Он делит рынок. Он теперь главнокомандующий в нашей России. Вы еще не поняли? Поэтому, возможно, он же также участвует в переделе авиации и в переделе других всех тех вещей, где сегодня идет война. И об этом мы еще будем с вами много-много раз слышать. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Сиитбургхан. Сиитбурган. Продолжение следует...